Здравствуйте, друзья! Продолжим разговор о древней йоге. Сегодня мы поговорим о Бхагавадгите. Мы поговорим о ней с позиции йоги. Нас интересует, как йога отразилась в этой древней книге. Бхагавадгита – часть Махабхараты, но мир Махабхарату не знает так сильно, как Бхагавадгиту. Она уникальна. Среди всех сакральных книг Бхагавадгита уникальна. Во-первых, потому что она не является священным писанием Шруци, но имеет такой же авторитет, как Шруци, как, например, Упанишады. Есть мнение, что некую древнюю Упанишаду поместили в эпос, который очень интересен, который интересен простому народу. Махабхарата. Что это за эпос? Это каждый человек там найдет свое. Это очень интересный, многоуровневый мир. И индийская культура там выражена. Но нас в данную секунду интересует, почему Бхагавадгита вырвалась за рамки Индии. Весь мир начал ее изучать. Очень знаменитые люди высказывались о Бхагавадгите в утонченных словах. Например, такие, как Юнг говорил, что он омывает. Шопенгауэр говорил, что он омывает свой ум в философию Бхагавадгиты. Юнг очень хорошо высказывался о Бхагавадгите. Эмерсон ее изучал и восторгался. Хаксли, физики, Эйнштейн. Один из разработчиков атомной бомбы назвал свою книгу, потом он написал об этом, обо всем книгу, и назвал фразой из Бхагавадгиты «Ярче тысячи солнц». Толстой любил очень Бхагавадгиту. Герман Гессе называл Бхагавадгиту «собранием жемчужин». Саму Бхагавадгиту считают жемчужиной, пиком индийской духовности. Я вижу это так. Некие люди взяли тайное знание и поместили ее в эпос. Среди 18 книг они взяли место и одну книгу поместили. Это беседа двух людей, почти вся книга. И это просто включено в этот эпос. Мы так не будем Бхагавадгиту рассматривать. Нам неинтересно, кто это. Мы должны взять общие, общие. Это принц, он говорит со своим возничьим. Из эпоса мы это все знаем. Но мы должны посмотреть вглубь. В принципе, Бхагавадгита – это отчаяние души, отчаяние человека, экзистенциальный кризис. Здесь человек, герой, охватывает все мироздание, все бытие единым взором, и он пугается. Это есть и в самом начале, и потом еще в книге. Там описан испуг физический, как волосы стают дыбом, как сердце у него бьется. Это экзистенциальный кризис. Это человек, охвативший все тщетность мития и осмотревший в глаза этому страху. Кита говорит, что она излечивает этот великий страх. Я считаю, что известность Бхагавадгиты отчасти. Можно объяснить этим. Я изучаю Бхагавадгиту. Как изучаю? Это для меня настольная книга. Сорок лет. Есть такие книги, которые любят перечитывать время от времени во всем мире. Например, «Део дэ дзин», «Лао дзи», «Итайская мудрость» или «Бхагавадгита». Для нас, для сегодняшней нашей беседы, интересно, как все это начинается. Начинается с колесницы, которая останавливается на поле, поле дхарми, так это называют, поле долга. И образный язык нам говорит, что колесница – это тело человека. Сам человек и как бы нравственный его путеводитель там же, его высшее «я». Это высшее «я» называется черным. Кришна означает черный. Арджуна означает белый. «Я вижу это так. Единая душа в своих двух ипостасях. Одна непроявленная черная часть из глубин сверхсознания наставляет себя же самого, проявленную часть того, кто охватил мир и кто в ужасе. вывести этот страх на поверхность и вот ткнуть нас лицом, чтобы мы посмотрели в глаза нашему страху. Я понимаю, что мне придется напрячь вас. Но давайте все же начнем с эмпатического осознания того страха, который испытывает главный герой и перенесем это на себя в некотором виде. Мы все смертны и кого мы любим, кого ценим. Мы сами наши родные и так далее. Все это движется к концу. Вот такое видение описано где-то в 9-10 главе ученик просит убрать это видение. Он не может это выносить. Смотреть на мир целиком, на жизнь как начало, середину и конец. Вот иногда нас, людей, охватывает такое созерцание нашей же жизни. Жизни вообще. Мы смотрим это целиком как бы. И оно не вечно, а не тем. И это нас подводит к теорию Будды. Там тоже главная легенда, легенда о Будде. Все о том же страхе. Теперь, если говорить об этом страхе и средстве для ее борьбы с этим страхом, да, Бхагавадгита, то мы видим, что она как-то с этой задачей справляется. Теперь как? Вот есть этот погруженный в подсознание в страх, который мы все пережили в 5-6-летнем возрасте. Об этом я уже говорил. Как будто мы удерживаем шар с водой, с воздухом в глубине воды, а он пытается вырваться. Вот этот страх существует и последствий вот тем, о чем сейчас пойдет разговор. Гита успокаивает часть этого страха. И поэтому индусы, люди по всему миру читают и перечитывают некоторые моменты то здесь, то там, то слушают. Поэтому эта книга есть так необходима людям. Я бы посоветовал вам перечитать ее, а потом иногда перечитывать вторую, пятую, шестую главы, если вы занимаетесь хоть каким-либо видом медитативной тренировки, путем. если мы рассмотрим бхагавадгиту в таком ракурсе, то для нас предстает следующая картина. Душа, ужаснувшись конечности бытия, вопрощает из глубины ей отвечает ее высшее «я», потом все это открывается в беседе и начинает обучать тайну жизни, тайну бытия. «Я помню свои прошлые рождения, а ты не помнишь». Вот с этими словами начинается психология. Психология распространенная в той местности, в то время, на которое опиралась йога. Это называлось сангхья. И самагита на санскрите повторяет сангхья несколько раз. Сангхья йога в паре. Она повторяет эти слова в том ракурсе, что это необходимы две единицы для опознания, которые должны быть практикуемы в синтезе. Дети, кто думают, что сангхья йога различны. Вот эта фраза из гиты. Так вот, учитель начинает учебу о бессмертии души. Он говорит, это тебе кажется, что человек рождается, проходит сквозь юность, зрелость, старость и умирает. На самом деле существуют бессмертные пуруши, души, которые используют тела как одежду. Они надевают одежду, носят ее, потом надевают другую. Вот так нужно смотреть на бытие, на эти тела, на то, что люди смертны. Это просто изнашиваются одни тела, вместо этого души облачаются в другие. Это огромная тайна. Об этой тайне также говорится в Панишадах. Кто-то отводит его вопрощавшего в сторону и как великую тайну начинает ему говорить о переселении души. То же самое в Прагавадгите. Есть легенда, ну, как легенда, часть ученых думают, что в основу Прагавадгиты легла воинственная песня. Была такая, написана неким Кришной, который историческая фигура, там что-то нашли в исторических записях. Он был князь и он воевал с Персией. Одним словом, это был человек-воин, у которого была своя философия, воинская философия, жизнь как жертвоприношение. Так он называл, он говорил, что можно совместить обычную жизнь и духовное просветленное состояние. Можно быть йогом, можно быть даже отчельником и ежедневно жить в суете города и делать свою дхарму. И вот это легло, так говорят частично, и гита, да, гита именно этим и отличается от других источников. что гита вносит новый вариант, новую возможность. Нет нужды уходить в пещеры, в отчельнические кельи, можно сразу там же, не изменяя образ жизни, изменяя отношение к своей жизни, к своим поступкам, превратить эти поступки в часть йоги, в часть пути. Сангхья и йога. Гита говорит, что главное взглянуть психологически, философски. Вот это есть сангхья. Немножко похоже на джнана-йогу, то, что в дальнейшем каждую йогу отдельно называли, писали книги. В принципе, в древности то, что сейчас известно, как путь знания, джнана-йога, джнана-марга, в старину это просто называли сангхья. Гита говорит, что сангхья, то есть философия, психология и йога, то есть праксис, осуществление этой философии, этой психологии, того, что есть сангхья. Вот опираясь на эту психологию, на эту философию, учитель говорит, что эта сущность, этот наблюдатель, который наблюдает человека, вот за этой юностью, зрелостью и старостью есть некий наблюдатель, неподверженный, тление у смерти, не касается его ни пламя, ни вода, оно другая татва, татва это как бы планы бытия, вот это иная татва, не соприкасаемая с огнем, с мечом, с разложением, сад и асад, так говорит гита, сад это то, что существует, а сад не существующий, гита говорит, что у человека должно выработаться вот это внутреннее различение сущего и не сущего, реального и нереального, сад и асад, сад атрибут души, больше ничего, нет в мироздании ничего, что существовало во времени бы, в прошлом, настоящем и будущем, такой вещи нет, ни солнца, ни планеты, ничего в мире не существует во всех трех временях бесконечно. Такое Санкхи нам говорит и гита нам говорит, такой атрибут есть только у Пуруши, у наблюдателя, некого духовного существа, который смотрит как зритель. Вот ту трагедию личности, с которой и началась гита. Ученик, его зовут Арджуна, он принимает участие в битве, началась ужасная война, это самое начало войны, и он просит возничего, возничий это Кришна, черный, Арджуна белый, колесница, колесница очень часто в гите тоже, в буддизме, в других медитационных школах, колесница очень часто используется для сравнения с психикой. Пять органов чувств это пять коней, возничий это слово из учений, слово из книг, это Бог, который руководит нами, учитель всех учителей, йога называет высшим Богом учителя всех древних учителей, вот так они подходят к Богу, так вот человека, который на этой колеснице, этого Арджуна, обучает высшая душа, Бог, сад, вот атрибут бытия существует и во мне, и в тебе, просто ты не помнишь это, говорит он, а я помню, вот разговор об этом. В Гите остался этот пафос от этой воинственной песни, этой новой философии, философии кшатриев, философии воинов. Очень заметно в индийской философии в разных текстах появляются моменты, где кшатри является учителем. Такова же и Гита. В Гите говорится, что это знание передавалось через воинскую касту. И вот главное отличие даже для йоги, то, чем мы ограничились, даже для йоги самое главное отличие йоги Гиты это возможность совместить с бытом, с кармой, с тхармой. Гита говорит такую вещь. Опасностями полна тхарма другого. Для кармы, для человека, для его души. Лучше придерживаться своей тхармы, своего места. Каждый велик на своем месте и оттуда должен зазерцать все многообразие. Конечно же, каждый должен стремиться наверх, но то, что есть его ежедневная жизнь, вот это не должно быть отброшено. И это мне нравится, поэтому я поставил Гиту первой из текстов, который мы будем в дальнейшем обсуждать. Вот в Гите эта возможность существует, существует возможность совместить вот ее философию, эту йогу, те упражнения, о которых мы в дальнейшем поговорим.